Всем привет! С вами Fashion Director Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я хочу рассказать вам про три очень интересные книги о моде в деталях. Это совместный проект издательства Times & Hudson и музея Виктории и Альберта, которые находятся в Лондоне и в котором собраны уникальные произведения искусства, в том числе и одежда. Книги охватывают три века, 18, 19 и 20. Давайте я вам расскажу и покажу, что же у них внутри. Начнем мы с более древнего времени, это 18 век. И у книжек одинаковая логика у всех. Они сначала рассказывают о том периоде, что происходило, какие особенности были, как что производили, как что делали и что нас окружало. А после этого уже в деталях смотрим на костюм. На каждый костюм проведен технический рисунок. Спереди и со спинки дано описание и его фотография. То есть вы можете детально изучить, как смотрелся костюм, что там было и, соответственно, как он выглядел в реальности. Притом здесь заданы тематические такие направления. Например, вот это направление по складкам. Как делали складки. И вот смотрите, показано, где эти складки были на изделии и как это действительно смотрелось. Вплоть до того, что можно увидеть, как они отстрочены. Вот так вот детально, подробно здесь все разбирается. Выбирается вышивка тоже по спине. Все есть. Дальше, следующий этап. Это у нас воротники, манжеты и карманы. Подробно показано, как это смотрелось на изделии и как этот воротник действительно выглядел. Чтобы мы понимали, откуда это происходит. Притом написаны года. Например, это британский воротник 1750 года. Применялся он вот на таком изделии и смотрелся он вот таким образом. То есть не просто какая-то красивая деталь, а с четким пониманием того, где это было. 1750 год. Шелковая мантия. Вот так это смотрелось в целом изделии. И вот такая красота. Сразу можно и слои посмотреть. Все здесь посчитать. Каждое изделие здесь разобрано, но по тематическим таким блокам. Так что если вы увлекаетесь миром моды, если вы хотите посмотреть на то, как это все было, если шьете исторические костюмы, вам нужны какие-то детали, то в данном случае вы найдете просто потрясающий кладезь информации. Потому что музей Виктории и Альберта, они специализируются. У них много запасников. Не все то, что здесь представлено, можно реально увидеть. Потому что это все достаточно хрупко. Вот смотрите, вышивка. Отдельный блок по вышивке. И здесь это все разобрано детально. Где это было, как это смотрелось. То есть если требуется, они дают дополнительные фотографии. Все сюда включено. Вот они там на пряжке, на ботинках. Как это все сочеталось. Подробно, детально. Весь 18 век. Мужская и женская мода. В данной книжке разобрана. По такому же принципу сделаны и другие книжки. Соответственно, 19 и 20 века. 19 век. Здесь уже немножко другой автор. Но серия та же самая. Поэтому логика соблюдена абсолютно такая же. Можно посмотреть, как и что. И также даны технические рисунки. И фотографии того, на какой элемент мы именно смотрим. Вот эти вот элементы сжатости. Вот смотрите, как они использовались. Как это все применялось. Вот оно тут есть. Перьями отделка. Можно прям разогдеть каждое перышко. Как это происходило. И сразу же указаны года. Соответственно, это британская. 1882 год. Год платья для ужина. Дина, ну, может быть, обеденное платье переводится. Надо уточнить это именно с исторической точки зрения. Как лучше это будет перевести для ужина или для обеда. Соответственно, жакеты. Смотрите, какие пуговки, где это находилось. В принципе, даже при занятии современной моды, вот эти элементы, они могут стать великолепным подспорьем для того, чтобы внедрять их в свои дизайны. Но это мы уже приближаемся к нашему времени. Соответственно, 87-й год. 1800. 1800. Вот. 1807-1810. Опять немножечко шаг назад сделали. И здесь вот можно посмотреть принты и текстиль, который тогда был, который тогда носили. Вот, смотрите, как это все прекрасно смотрелось. С вышивкой. То есть вышито-вышито бирюзой. Просто так. Единственное, конечно, когда я на это все смотрю, у меня возникает вопрос, а как это все стирать? Это же невозможно. Поэтому носили внутренние срочки для того, чтобы не запачкать внешнее платье. Хотя подолом они там подметали изрядно. Вот, кстати, турнюры, корсеты. Все здесь тоже разобрано. И обувка в том числе. И 20-й век. В 20-м веке, когда уже смотришь, можно узнать более современные, приближенные к нам. Здесь тоже разделено по швам, воротникам. Такая же идет история. Но мы будем уже узнавать более приближенных к нашему времени авторов. И, соответственно, там уже 34-й год платье. Да, там 79-й. Это уже прям совсем рядом. Здесь можно увидеть и Шанель, и Диор, и Эльзу Скиапарелли. Очень много различных вариаций. Поэтому рекомендую внимательно изучить. Здесь тоже. Это вот, например, свадебное платье. Вот как оно смотрелось. Созданное Джоном Гальяном в 1987 году. Ну, это уже 20-й век. Соответственно, оно сюда тоже вошло. Есть и более старые. Так, это 86-й. 909-й. Вот, пожалуйста, вечерний ансамбль. Наверное, так будет корректнее сказать. Нежели просто назвать это платье. Разнообразные воротники. И, соответственно, все, что у нас было в это время. 1971-м. Узнаете? Это прям с Киапарелли читается молниеносно. Ее даже можно не представлять. Очень яркий стиль. Так же, как и у Шанель. Когда видишь, ну, прям мимо не проскакиваешь. 1938-й год. Пчелки Билл Гиб. Менее известен, но тоже очень даже все читается по стилю. Вот такие вот элементы и застежки. Я думаю, что этим тоже можно узнать. Это Эльза с Киапарелли. Тоже ее вывязанные штучки. Видимо, я просто очень люблю этого дизайнера. И сейчас у них совершенно потрясающий креативный директор, который вдохнул просто новую жизнь в модный дом. Поэтому, кстати, рекомендую посмотреть. Я оставлю ссылочку на Эльзу с Киапарелли на модный дом. Посмотрите. Они делают прекрасные вещи. Они именно кутюрные, не повседневные. Есть на что полюбоваться и посмотреть. Кто ваш любимый дизайнер? Кого вы поймали глазами? Потому что я сделала акцент на Эльзу с Киапарелли. Возможно, вы поймали кого-то другого. Напишите мне в комментариях. Вот такие три великолепные книжечки. Вам станут верными они помощниками и друзьями. Все они есть в наличии у нас в магазине. Мы отправляем книжки по России и по всему миру. Ссылку я оставлю внизу под этим видео. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте уведомление, колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о том, что вышли новые видео. Обязательно рассказывайте, какие бы книжки вы еще хотели увидеть. Я с радостью на них сниму новые видео. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.